очень важно что звучит дома ветеран раббизных войск также известны как супер сакхо свидетели разной музыки мама красивая папа работа вот мы все через это прошли всегда найдутся люди которые слушают раббиз отец комитас я преклоняюсь перед вашим вением привет нарек привет армина с возвращением в ростов у тебя здесь вчера был концерт джаз клубе с как у тебя дела как все прошло расскажи все прошло прекрасно учитывая все логистические сложности сейчас особенно потому что у нас был такой мини тур с командой по югу россии сочи 14 15 числа краснодар июня и вчера мне кажется это было вот буквально десять минут назад потому что сейчас утро ранее для меня 16 был концерт в с любимом уже и в ростове вчера к радости мы был полный зал такой даже перьян шлаг немного это говорит о том что мы будем расширяться и делать более масштабные концерты чтобы больше наших друзей приходило следующий год новые площадки новые вызовы абсолютно нарек ты часто упоминал о том что рос в очень музыкальной семье и говорил о том что твои родители твоя старшая сестра с детства прививали тебе любовь к музыке как ты пришел к своей профессии и как семья повлияла на остановление твоей карьеры знаете вообще в поколении я единственный музыкант певец у нас не было в семье не музыкантов не певцов я наверное опять же буду исследовать древо наши семейные но я знаю что из такого ближайшего поколения не было никого музыканта просто всегда у папы в машине играла качественная музыка у нас мы дома слушали народную музыку армянскую и не только армянскую и арабскую и испанскую музыку слушали поэтому скажем так вот этот вкус и тяга к качественной музыке в этом из семьи именно оттуда потому что очень важно что звучит дома мы конечно все свидетели разной музыки потому что есть радиостанции различные вот но тем не менее очень очень повлияло да то что играла дома то о чем говорили дома влияние да твой путь на большой сцене начался с музыкального фестиваля организованного союзом армян украины в принципе был очень активным деятелем в армянской общине как дальше развивались события в какой момент ты понял что твое будущее это именно музыка однажды я переехал в киев просто я занимался спортом серьезно мариуполе я занимался боксом потом какой-то был перерыв у меня и и после этого я занялся совершенно новым для меня видом спорта я ранее не слышал не олимпийский вид это гребли на морских ялах да и меня мои друзья спортивные привлекли к этому спорту и в какой-то момент и конечно же всю жизнь меня сопровождала музыка у нас такая семья музыкальная веселая достаточно но тем не менее типичная кавказская семья в которой большая часть ее членов этой бизнесмены мама мама красивая папа работа да и было как не то чтобы не серьезно заниматься музыкой то есть мы не смотрели в эту сторону мы вообще семья смотрел в сторону юриспруденции экономики и мне предсказывали будущее это бизнесмена или юриста но в итоге переезд в столицу украины меня очень сильно вдохновил архитектура разного разные люди колоритные очень и вообще в украине очень талантливый народ и в киеве я встретил много друзей познакомился и познакомился близко с творчеством разных артистов которых раньше видел по телевизору по радио вот и они вдохновили меня на то чтобы я все-таки занимался музыкой а как раз во время переезда в киев очень активно и армянское сообщество организовывала в николаеве конкурс наподобие голоса вот но это был это наверное был не конкурс больше это фестиваль до культурный фестиваль армянский я принял участие в нем дальше была история до дальше была история с то есть я я кстати занял там второе место и после этого я понял что другая какая-то сфера для меня кроме музыки не интересно но разве что как хобби музыка это как образ жизни для меня это как исследование себя как проект голос изменил твою жизнь какой из них я участвовал в украинском в целом как для меня это успешный конкурс и первую очередь опыт большой потому что на то тот опыт который я получил в участие вот таких такого уровня шоу я бы наверное десятилетиями может быть где-то на каких-то сценах возможно даже на больших потому что волнение переживания когда они они превалируют часто над человеком когда сосредоточены камеры да то есть и ты понимаешь что тебя смотрится а страна и не только за ее пределами большие переживания эти переживания как раз сформируют характер артиста меня как артиста и как личность вот и плюс очень много артистов колоритных которых я встретил на этом телепроекте жюри потрясающий профессионалов своего дела с которым я имел счастье познакомиться да и вообще собственно голос это очень уникальный проект на то есть когда развернуты кресла и значит интуитивно члены жюри выбирают по голосу не не замечая совершенно уникальный проект не замечая внешности потому что внешность очень важно она всегда может как вам сказать психологически психолог психологически расположить но здесь в данном случае играть живой оркестр и жюри слышит только голос участника и по голосу выбирает конечно же участвуя в таких телешоу нужно иметь большую подготовку профессиональную практику и скажем так быть готовым популярность это определило дальнейшее развитие твоей карьеры ты сейчас постоянно в разъездах но у тебя с детства было так ты родился в ереване но ты успел пожить во многих городах россии украины как-то на тебя повлияло влияние разных курт культур конечно же вот украинская музыка очень сильно повлияло на меня очень много красивых песен и сам язык он такой певучий хотя кажется на первый взгляд что большой разницы в украинском языке и русском нет алфавитом одинаковый но музыка культура живопись все-таки есть у есть свой почерк и там потрясающие композиторы есть украинские николай мозговой например вот очень него много красивой музыки и народная украинская музыка мы жили в крыму сначала и конечно и крымско-татарская культура на меня повлияла это очень творческая часть нашей страны и потом мы переехали в мариуполь после мариуполя я жил в краснодаре четыре года тоже очень темпераментный краснодарский народ его культура на меня повлияла хорошо знакомы и ну я очень привык к путешествиям и это меня формирует тоже как как личность конечно же имеет свое большое влияние знакомы с таким большим количеством культур очевидно что будет определенное влияние и в этой сфере важно разграничивать хорошую и не очень хорошую музыку что для тебя значит качественная музыка ты сегодня уже упоминал о том что тебе с детства привили хороший музыкальный вкус качественная музыка для меня в первую очередь это скажем так музыка в которой есть ценности музыка которая была написана композиторами вдохновенно вдохновившимися классикой например мировой потому что по сути все что мы сейчас имеем и в современном шоу-бизнесе использована и написано вдохновляясь музыкой которую творили великие люди моцарт бетховен бах на чайковский рахманинов вот но зачастую в современном шоу-бизнесе то что сейчас на поверхности это упрощенный вариант для меня лично потому что мы можем услышать много разных оттенков которые взяты были из классики но это все зачастую упрощено и для меня с качественная музыка где есть сложные интервалы где есть где заложена культура разных народов мира например вот где есть сплетение культур то есть где нет границ например фьюжен для меня вот жанр это то что мы делаем фьюжен в принципе если это разобрать как жанр в искусстве это сочетание несочетаемого вот то что мы делаем собственно этно-фьюжен это сочетание культур народов мира до музыкальных и жанров которые мы знаем джаза соло в нашем случае даже фламенко когда мы использовали начинали проект нас был фламенко гитарист мы все это значит пересекли с испанской культурой в том числе с арабской культурой но все это не нарушает традиции мы стараемся выражать армянской народной музыки потому что в первую очередь для меня это мои корни и таким образом я и я когда начал музыку делать я понял что пытался задать себе вопрос какую я цель преследую в первую очередь это познание себя для того чтобы я на мой взгляд для того чтобы узнать лучше этот мир нужно начинать себя своих корней и вот я встал на такой путь именно поэтому и начал изучать на армянскую народную музыку но при этом стараться делать ее более прогрессивный надеюсь что мне это удается то есть сочетая жанры которые я назвал и плюс конечно же в этом мне помогают большие профессионалы мои музыканты которые с которым я работаю а вот сейчас состав который мне антон доведянс например да это я считаю что это величайший музыкант я всех их и люблю очень и каждого считаю величайшим музыкантом но у каждой он очень самобытная личность например антон это человек которого знают во всем мире это один из лучших басистов мира он в первую очередь пианист том вас гитарист вас гитару он взял в руки после того как он по моему у него музыкальное училище он закончил пианист и на бас-гитаре научился играть сам то есть он как в классике себя классической музыки проявляет очень профессионально так и в джазе и фьюжн коллективах и фанк играет и джаз рок очень сложную интеллектуальную музыку вот и собственно для него армянская музыка в которую которую он сейчас играет с нами это было что-то новое вот кстати делился со мной секретом что именно познакомившись вот с проектом который я создал да он узнал много нового много новых произведений армянских да еще немного проект на фьюжн да интересно что с одной стороны вы очень сильно вдохновляетесь наследием великих ашулов да рапсодов это комитас это саятного но с другой стороны вы как-то уже упомянул используете новые аранжировки новые инструменты новое звучание то есть это уход от классического исполнения и мне интересно каким образом вы смогли создать такую команду как как вы познакомились с участниками группы и как получилось сочетать такие разные стили в одной музыкальной группе создать из этого что-то новое вы знаете мне кажется это первую очередь любопытств моё вот и жадность такая в хорошем смысле слова к информации с музыкой тоже информ информация и к исследованию мы к исследованию разных культур и в данном случае с моими ребятами мы познакомились с с мишами с мишей на линдорфом который у нас перкуссионист просто я сейчас смотрю мне кажется что он на сцене сидит человек который изучал в индии перкуссию до мастеров этого инструмента у африканцев у индейцев у индейцев у индусов мы с ним познакомились на квартирнике у одного нашего общего знакомого радиоведущего из тех пор мы общаемся с ним мы с ним делали проекты разные коммерческие потом вместе пришли к тому что должны играть армянскую музыку да вот так же у нас коллективы был артур марутянц гитарист сейчас мы у него свои проекты мы пока временно не 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 выступаем вместе вот мы с артуром познакомились в краснодаре вот да он из москвы обратно переехал я обожаю музыку фламенко и в одном из краснодарских музыкальных клубов я познакомился с ним увидел талант и мы решили вместе сотрудничать начали очень на нашли очень много общих интересов в музыке у него даже псевдоним был такой испанский артура дерена да да и потом 2021 году когда мы с артуром и михаилом решили собрать концерт мы собирались сделать его в трио я знал ранее существование такого музыканта как антон доведянц вообще он очень достаточно известный среди музыкантов и не только следил за ним в соцсетях и мы хотели бы пригласить просто наш концерт познакомиться с ним подружиться и он сказал что придет к нам на репетицию пришел на репетицию с инструментом и просто решил попробовать с нами музыка зазвучало все сложилось да и все с этого момента мы уже почти даже больше двух лет играем вместе и прекрасные у нас отношения дружим а также недавно нам присоединился тони карапетян и потрясающий музыкант учился в школе беркли штатах и тоже не очень такая интересная техника видно что он тоже исследователь этнической музыки и старается сочетать несочетаемое вдохновляясь разными большими артистами в общем это один из лучших пианистов я считаю джазовых музыкантов в этой стране да я считаю что коллектив у нас сейчас будет расширяться нас есть очень много разных планов новых больших в том числе и в ростове собираемся делать концерт я надеюсь что один из первых городов которые мы представим новые наши в коллективе уже есть я думаю что дальше все пойдет по накатанной говоря вашей экспериментальной музыки невозможно не упомянуть фигуру комитаса что для тебя значит его наследие комитас я считаю что это величайший художник и вы знаете он очень большую роль сыграл в формировании армянской культуры и человек тоже исследователь собиратель культур который смог народную музыку связать с классической европейской музыкой особенно после его посещения франции германии после встреч с разными великими композиторами европейскими например клод дебюси даже была история когда на одном из концертов комитаса в париже код дебюси выразил свое почтение и преклонилась сказал что отец комитас я преклоняюсь перед вашим гением кажется так звучало он очень хорошо отзывался да и в первую очередь комитас мы знаем его по духовной музыки которую с апатараки литургии священные которые сейчас поют поют в соборах армянских и потрясающую хоровую музыку он писал и это большое культурное наследие армянская и вообще не только армянская культурное наследие для всего мира я считаю комитас и для меня это один из моих проводников в в принципе искусство очень жаль что его наследие иногда ставится под сомнением объясню к чему я веду ты знаешь что одним из основных направлений в армянской популярной музыки в последнее время является раббис и недавно на одном из интервью ветеран раббизных войск также известный как супер сако выразил очень провокационные очень однозначные мысли которые вызвали достаточно бурные дискуссии он сказал следующее даже зачитаю он заявил что мугам был частью армянского искусства всегда то что европейцы не поняли и не оценили музыки комитаса из-за так называемых кривых нот это что он так заявил и сказал что комитас убрал эти четвертные ноты правильно понимаю чтобы привлечь больше людей на концерты и наконец он сказал что раббис это то что всегда было нашим исконно армянским искусством как бы ты это прокомментировал я думаю что вообще любая музыка она принадлежит всему миру не обязательно говорить о том что я бы не сказал что раббис например это исконно армянский жанр вот так и мугам в том числе потому что вот всегда мы находились по соседству да из турции и с азербайджаном и всегда культура был культуры были перед переплетены в том числе и музыкальные поэтому это часто взаимствование обмен опытом и я думаю что в данном случае просто культуры друг на друга повлияли кто-то говорит например что канон армянский инструмент а есть канун арабский инструмент просто из-за географического положения кто-то менял на свой лад и как и музыку так и музыкальные инструменты просто на приобретала какое-то более какое-то самобытное звучание и называли своим своим достоянием но я считаю что это прекрасно когда разные народы заимствуют друг у друга и нас настоящие люди искусства я считаю что это наоборот приветствует вот и на мой взгляд я думаю что как раббис любые жанры имеют место быть поэтому и всегда найдутся люди которые слушают раббис также как и слушают классику возможно классика это более летали элитарный жанр и более узкий круг людей слушает ты слушаешь я мы все через это прошли все-таки мы все все ходили на свадьбы на дни рождения не один день рождения не обходится наверное армянские кавказские без этой музыки это определенный культурный пласт да я думаю что я лично не слушают я слушаю немножко другую музыку что прямо сейчас в твоем плейлисте ой совершенно разное последнее время я слушаю новый альбом тиграна масяну да я слушаю рахманину в последнее время влюблен этого композитора даже с антоном давидянцем сделали дуэт роман с рахманином и я слушаю испанскую музыку очень люблю музыку фламенко баха слушает есть и это просто музыка которая очищает очищает от всех от информационного мусора снимает напряжение в общем она для всех возрастов и для 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 всех и людей и счета это прекрасно вот польши больше в последнее время тяготею к классической музыке очевидно что армянская тема для тебя является очень важной интересно как ты взаимодействуешь с армении я знаю что у тебя относительно недавно там прошел тур как все прошло и планируешь ли ты возвращаться туда с гастролями ну как такого тура в армению мне не было не было мечта сделать концерт в армении вот большой но по стечении обстоятельств я думаю что тем более в армении нужно планировать за год учитывая логистику сложности передвижения потому что нужно вести коллектив в общем планировать я познакомился с художницы на на татишвили с которой мы сделали проект совместный сайт нова акустика и графика посвященный сайт нова его жизни его произведением которым писал так как сайт нова больше всего на на грузинка этническая и мы решили сделать такое сплетение армянской и грузинской культуры сайт нова вы знаете человек который соединял до соединял и грузинскую культуру песнопения и армянскую и бы даже больше произведений написано на грузинском языке но каждый народ считает его своим и мы же решили значит соединить соединить музыку мою с живописью с графикой на на вот и сделали это сделали премьеру конкретно в армении в музее сергея параджанова это символично да это было потому что сергей параджанов также жил в тбилиси потом последние дни своей жизни провел в армении у него есть дом музея параджанова мы сделали там концерт значит и двухдневную выставку и концерт 1 2 июня вот это было шикарный опыт до сих пор под впечатлением правда все прошло там по параджанов скому сценарию а значит мы повесили картины по всему там шикарный дворик у него и мы развесили картины а было древо желаний даже которые люди писали там на нарисовала графику и по пожеланиям людей сделали даже такой челлендж и исходя из текста содержание текста желания нам написала картинку маленькую и на каждой картинке было желание человека который пришел на концерт это все было в общем и мы все подготовили буквально через десять минут за 10 минут до начала концерта поднялся сильный ветер все гости и мы совместно собирали эти картины пытались вернуть их на место вроде стих ветер пошел маленький дождь после того как дождь начал заканчиваться выключился свет что бывает очень редко в этом районе вот мы начинали концерт в темноте вот но как раз таки это все помогло вечер сделать запоминающимся как на тебя повлияли события в арцахе в 2020 году как ты реагировал сказалось ли это на твоем творчестве безусловно я кстати в тот момент у меня был перерыв в творчестве такое сложное время было в поисках себя как как то чем я буду дальше заниматься в принципе в сложное было время у всех тогда было еще пандемия потому что закрыты концертные залы закрыты публичные заведения джазовые клубы например где мы проводим больше всего времени своей жизни и конечно же было тяжело еще и вот эти военные действия которые там происходили конечно тяжело переживал потому что это все витала в воздухе и вообще-то очень сложная тема для меня лично потому что есть есть мы с вами обычный народ до который живет заниматься творчеством как это бытовой жизнью и есть политика который я например считаю что не сильно в ней разбираюсь на мой взгляд это проблемы дипломатии вот то что происходит произошло с арцахом и мне кажется что те люди которые там живут они должны решать свою судьбу первую очередь они ты имеешь ввиду непосредственно население населения армении или роль диаспоры в данном вопросе тоже важно все роль всех важно я считаю да в первую очередь для того чтобы решить какую-то проблему нужно объединиться и объединиться всем всем людям из разных сфер и из арцах и из армении и диаспорам которые находятся в разных странах для того чтобы не допускать подобные не допускать того что произошло в двадцатом году и все что происходит сейчас сейчас очень важное время я считаю что нужно для этого быть сильными нам всем да да когда ты выступал в армении чувствовала ли ты эту атмосферу витающую в воздухе связано непосредственно я удивился кстати то что насколько народ сильный наш армянский пережив такое событие да они вот конкретно в армении ходит улыбаются слушают музыку люди ходят на концерты и это конечно чувствовалось потому что наверное нет семьи которая которую не затронула прямо то что происходило у кого-то кто-то погиб например этот родственник погиб это очень сложно лично возвращаясь к двадцатому году было очень показательно что многие азербайджанские исполнители здесь в россии запустили в своих соцсетях антиармянскую кампанию и очень активно продвигали ненависть по отношению к армянской стороне они находились под небезызвестными лейблами и распространяли это все возникает вопрос музыка все-таки вне политики вы знаете в идеальном мире музыка и спорт и вообще искусство вне политики но часто разных творческих людей людей искусства эти люди искусства и творческие люди становились заложниками заложниками ситуаций вот иногда возможно не по своей по своей наивности может быть не по своей вине заложниками обстоятельств больше я скажу вот и мне кажется если это раз если это расценивать как провокацию просто нужно быть сильными на такие вещи не обращать внимание вот со стороны армянских исполнителей в принципе деятелей искусства заметил ли ты определенную сплоченность в тот момент я я вот этот момент не исследовал и об этом не думал я пытался больше всего понять как я могу помочь вообще в этой ситуации своими народу ты сегодня сказал о сплоченности и я согласна что это очень важно как ты считаешь как должно выглядеть здоровое взаимодействие любого творческого деятеля любого человека который может внести какой-то вклад в общее дело и диаспоры как ты себе представляешь такое взаимодействие мне кажется нужно дружить всем просто первую очередь создавать коммуникацию создавать обмен опытом между людьми разных сфер благо я считаю что очень много молодых людей особенно пример пример ваша донская донской союз армянской молодежи для меня это лично пример который показывает что можно объединить разных прекрасных людей значит профессионалов в разных сферах и делать общее дело воспитывать прививать правильные ценности и в сфере искусства и в сфере предпринимательской и в сфере и в науке я думаю что у нас все это есть просто нужно найти какой-то ключ который соединит всех этих людей вот мотивации я думаю достаточно и делал дело никто не только в армянской молодежи я считаю что нужно коммуникацию создавать между всеми людьми и как-то друг другу помогать нет не только в искусстве вообще во всех сферах которые назвал это сегодня уже упомянул тот факт что ты изучаешь другие культуры ты погружаешься в них и тем самым ты как бы лучше познаешь себя и тяга к своим корням возможно проявляется намного более ярко видишь ли ты тоже в этом определенные решения в изучении других культур чтобы лучше разобраться в самих себе конечно для меня я думаю что для меня все с этого и начинается на мой взгляд субъективны совершенно чтобы понять вообще понять секреты мироздания вообще и в принципе все что связано с человеком нужно изучить свои корни что то чем я занимаюсь сейчас культуру в первую очередь народа например у нас очень много красивой музыки и народ народные особенно и как раз таки сложный со сложными интервалами со сложными ритмами и когда погружаешься в эту культуру понимаю что это просто это очень очень большой культурное наследие которое можно исследовать и развиваться в этом направлении соединять разные жанры вот расскажи еще немного про свою деятельность в диаспоре ты имеешь определенный опыт в этой сфере и на самом деле сейчас если посмотреть за твоей деятельностью музыкальный любой город в который ты приезжаешь где есть армяне тебе очень тепло встречают тебя обожают краснодарской ростовской общины ты в принципе очень часто коммуницируешь с диаспорой расскажи про свой опыт про свою деятельность в этой сфере да я занимался обществе то что мне я занимался общественной деятельностью начиная со спорта потому что меня очень активно поддерживал союз армян украины когда занимался спортом час и гребли мы участвуем чемпионате европы по гребли на ялах санкт-петербурге и вообще вот диаспора армянские они всегда гордятся своими людьми которые как-то проявляют себя в публичном пространстве в любой сфере вот потом значит неожиданно я приехал на конкурс в николаев фестиваль как артист это было неожиданно и я в основном участвовал в разных творческих мероприятиях музыкальных с участниками и активистами диаспоры армянской ты достаточно отзывчив в плане сотрудничества с организацией ты активно встречаешься с молодежью ты участвуешь проектах ты непосредственно своей деятельностью продвигаешь армянскую повестку но это скорее исключение из правил возможно я ошибаюсь но очень многие армянские артисты неважно уже с громким именем или которые только начинают они достаточно пассивных проявлений своей позиции армянской и если им от общины грубо говоря ничего не нужно если они не хотят побольше билетов распродать на концерт они не особо идут на контакт считаешь ли ты что у нас есть потенциал добиваться большей сплоченности в этой сфере или это в первую очередь бизнес и нам не нужно об этом так много думать ведь каждый заботится непосредственно своих интересах ох как интересно вы знаете я об этом сильно не задумывался мне в первую очередь я вообще открыт к людям всем потому что я человек публично я занимаюсь узнать я первую очередь мне интересно просто общаться с вами например да в частности с нашей диаспорой с прекрасными молодыми я щас честно говоря немножко шаги шаги такой вот таким потоком информации я в этом мне просто с вами интересно в частности с дэнским союзом армянской молодежи я прихожу с удовольствием и я всегда рад видеть всех участников и активистов вот я не задумывался коммерческих целях я считаю что в первую очередь это люди должны быть энтузиастами это общую идею а тем для поиска точек соприкосновения я думаю достаточно да то есть абсолютно хотя бы в первую очередь познакомиться друг с другом потому что вдали от своей родины я считаю что нужно держаться вместе хотя в принципе мы находимся на территории это тоже на это наша родина и здесь я считаю что мы можем прекрасно коммуницировать не думая каких-то первую очередь это бизнес интересах нарек спасибо тебе большое за интересный разговор желаю тебе дальнейших успехов мы обязательно ждем тебя простой в следующем в следующем году больше площадок больше зрителей ты абсолютно достоин этого спасибо тебе бассе